На ваш взгляд, какой стране это было бы наиболее выгодно? В основном, естественно, я лично называл США, Польша и Украина. Может, у вас другая версия? Ну, тут действительно, если мы смотрим, кому выгодно, то США здесь является основным бенефициаром. Во-первых, тут политическое значение подобных терактов, может быть, заключается в том, чтобы, можно сказать, оторвать от Европы Россию в плане поставок газа, чтобы европейцы больше даже не учитывали отношения с Россией, когда они принимают санкции, когда они помогают Украине и так далее. Смело вводите антироссийские санкции, не думайте, что Россия в ответ может перекрыть газ. Если вас смущает само наличие газопроводов, так вот, пожалуйста, мы их уничтожим. Плюс к тому, Соединенные Штаты, по сути, подталкивают европейцев, чтобы те шли и заключали долгосрочные контракты с новыми будущими СПГ-заводами Соединенных Штатов, потому что там будет новая волна ввода в строй заводов поджижения газа с 2025 по 2030 год примерно. И вот чтобы эти заводы новые были обеспечены контрактами, вот, пожалуйста, как бы северные потоки разрушены, идите. Альтернативы американскому СПГ нет. Вот примерно такие сигналы США и посылает европейцам. То есть хочется привязать их к себе. Ну, а, соответственно, Польша, ее значение тоже подрастает, потому что если все-таки каким-то образом поставляет российский газ, то сейчас единственный такой, можно сказать, целый газопровод полноценный – это газопровод Ямал-Европа. Ну, вот здесь, может, из тех газопроводов, которые способны поставлять газ в Германию, то же самое, через Украину тоже есть газопровод, но там Украина сама отказывается использовать часть мощностей. Газопровод, который идет теперь вот через территорию ЛНР, она говорит, что дальше по течению газ к нему принимать не будет. Поэтому единственное, что остается качать только через более северный газопровод, через газоизмерительную станцию Суджи. Поэтому в итоге через Украину идет не 109 миллионов кубов, как раньше, а только 42. Поэтому, конечно, их значение и Польша, и Украина возрастает после взрывов на Северном потоке и Северном потоке-2. Продолжение следует...